Всем привет! Это Pekristas. И сейчас я хочу вам для вас записать полноценный обзор моей последней версии Huda Pekristas версия 4.0. Над этим Huda я работал на протяжении, скажем так, нескольких последних лет. То есть первая версия Huda была выпущена, как вы видите, здесь в далеком 2013 году, 30 января. Собственно говоря, на YouTube она собрала около 26 тысяч просмотров. Все это прекрасно, вы тоже тут можете увидеть. Огромное количество позитивных отзывов, огромное количество людей, собственно говоря, этим Huda пользовалось. Тогда это была версия 2.0, называлась она еще Magic Hat 2.0. Собственно говоря, на тот момент были добавлены те необходимые статы, которые, скажем так, были актуальны на тот момент и позволял добавить Holder Manager. Спустя какое-то количество времени, то есть, если быть точным, через 4 месяца я выпустил третью версию этого Huda. То есть, как вы видите, она была выпущена 15 апреля 2013 года. Буквально 4 месяца спустя тоже набрало огромное количество просмотров. В третью версию я добавил более интересные еще статы необходимые, то есть, по 3 бетам, там закрылись попапы. То есть, одним словом, Holder Manager второй обновился. Было выпущено много интересных дополнительных статов. И, конечно же, я их добавил в третью версию этого Huda. Ну и сейчас, спустя практически, можно сказать, 2 года, я решил, что необходимо выпустить 4 версию Huda и, скажем так, ее полноценно закончить, добавить необходимые те статы, которых не было в третьей версии. Опять же, потому что выпустились за 2 года какие-то новые статы или просто их не хватало в третьей версии по просьбе многих, скажем так, желающих. И я их, собственно говоря, конечно же, добавил в четвертую версию и сейчас хочу вам об этом рассказать. То есть, конечно же, поделиться, как и старыми, описанием сделать полноценное описание старых статов, которые уже были. Чтобы, скажем так, для тех людей, которые не знакомы совершенно с моим Huda, могли бы в одном видео узнать всю полноценную информацию о данном Huda. В Huda использовано более 150 необходимых статов, именно я имею в виду в поп-оп-окнах. В основной Huda я вывел около 20-25 статов, самых необходимых, на мой взгляд, для игры в современный онлайн-покер, чтобы максимально быстро можно было бы проанализировать оппонента и максимально быстро принимать правильные решения. И также, помимо этого, не отвлекаться на какие-то, ну скажем так, не самые необходимые статы. То есть, очень многие просто в онлайн-покере, с кем я вот занимался, с учениками своими, вводят периодически слишком большое количество статистики, что зачастую им мешает. Я же стараюсь это делать, ну, не в большом объеме. Все, что мне необходимо дополнительно, я, конечно же, раскидал по различным поп-оп-окнам, о которых хочу сейчас с вами поговорить и, собственно говоря, их вам, скажем так, представить и рассказать. Вот, так что давайте перейдем обо всем по порядку. Да, кстати говоря, немножко о статах. Те статы, которые я сюда вывожу, те, кто не в курсе, вы можете сейчас нажать на паузу, если вам это необходимо, и, если вам интересно, вы можете посмотреть и, собственно говоря, изучить вот эти вот все статы, все вот это вот описание. Слово говоря, вот этот вот файл будет прикладываться к архиву, ну, собственно говоря, с моим худом, где вы без проблем его можете потом распечатать или, там, я не знаю, на десктоп или куда угодно себе там поклеить на стенку, как вам угодно. В общем, одним словом, этот хад, точнее, вот это описание статов, оно идет в комплекте в архиве самим хадом, вот, который, если вы там, скажем, либо приобретете, либо скачаете. Вот, так что такие дела. Давайте продолжим. Собственно говоря, теперь по статам я говорить дальше не буду, вы их уже посмотрели, надеюсь, на паузе через эту картинку, а теперь, собственно говоря, давайте поговорим о поп-оп-окнах, которых у меня, если я не ошибаюсь, по-моему, порядка семи. Собственно, и так, поехали. Первое поп-оп-окно, если это кликнуть на в пип и при флоп-рейс, вот в пип и при флоп-рейс, то всплывает такой поп-оп-окно, в нем мы можем найти следующую информацию. При флоп-рейсе по позициям, рейс first in, как оппонент открывает с каждой позиции, дальше, как он коллирует на этих позициях, потом, как часто оппонент коллирует, допустим, на СБ и ББ против определенных позиций, то есть, допустим, как часто на ББ он коллирует против ЕП, там, МП, котов и так далее. Как часто оппонент этот изолирует на каждой из позиций, лимпит, и как часто он играет лимп фолд, лимп колл и лимп трибет, собственно говоря. Вот, это что мы можем, такую информацию, получать из первого поп-апа. Дальше идет более интересная, само собой, вещь. Это поп-ап по трибетам. В поп-апе по трибетам мы встретим такую информацию, как оппонент трибетит на каждой позиции против каждой. То есть, конкретно мы бы всегда будем знать, какой ситуации, какой диапазон оппонента для трибета против каждой позиции. То есть, предположим, на ББ против ЕП этот парень трибетит 5%, а вот в ситуации на ББ против котов 7%, ну и так далее. Ну или, в частности, самое интересное, что на МП против ЕП он трибетит 2%. То есть, эта информация, конечно, помогает очень хорошо читать руки оппонента и понимать, как он играет в среднем в таких ситуациях. Помимо этого, выводится, конечно же, трибет против Хира, то есть, против вас самих. То есть, допустим, против вас он, когда вы находитесь на батоне, против вас он трибетит 14%, хотя в среднем 6,6,6,6. Но в скобочках указано количество случаев. То есть, из семи случаев, если это 14%, ну, скажем так, математика вроде бы не самая сложная, на это, получается, он трибетил сколько? Два раза, получается, если я не ошибаюсь. Да, получается, он трибетил, по-моему, два раза в такой ситуации. Ну, ладно, я тут не буду зациклиться, но, по-моему, это два раза, получается, 14%. То есть, вот так вот. Так, едем дальше. Даже если я тут ошибся, ладно, на скорую руку, ничего страшного, поправьте перечитать. Не в этом суть, рассказываю просто принцип. Кстати говоря, вот эти скобочки, вот видите, допустим, здесь их нету. Эти скобочки, они пропадают, если я не ошибаюсь, после 50 случаев. Так вот, да, продолжим. Сейчас, секундочку, я отвлекся. Эти скобочки пропадают после 50 случаев, и если, вот, допустим, где-то нету, очень часто спрашивают, почему здесь есть скобки, а здесь нету. То есть, это означает, что было больше, чем 50 случаев, и поэтому их, собственно говоря, уже в каких-то местах не будет. Дальше мы идем, это сквизы. Само собой, как оппонент сквизит на определенных позициях, ну, по каждой позиции. Дальше идем фолд на 4 беты. С каждой ситуацией, как оппонент падает фолд на 4 беты в позиции, как он сдается? Как он сдается фолд на 4 беты без позиции? То есть, это все довольно-таки просто, ну, в использовании, само собой. Ну, к примеру, допустим, что означает там фолд на 4 беты в позиции? Ну, давайте приведем вам элементарную ситуацию, когда используется, допустим, этот стат. Оппонент, предположим, скажем вы, открываетесь на катофе, предположим, вы открываетесь на катофе. Этот парень на баттоне против вашего котов и 3-бетит 5,6% рук, и вам интересно, как часто он после вашего 4-бета в позиции будет падать. Соответственно, диапазон у него здесь на самом деле не широкий, 5,6 не такой уж широкий, и, соответственно, неудивительно, что он в этой ситуации на баттоне всего лишь в 50% случаев будет падать. То есть вот такая вот, скажем так, простая штука, чтобы знать, когда стоит блеф 4-бетить, а когда нет. Вот, продолжаем дальше. Вообще, скажу для информации сразу же наперед, что все оранжевые пометки, вот такие вот там, где статы помечены оранжевым, они означают именно как оппонента, когда можно эксплойтить. То есть все, что помечено оранжевым, это касательно именно, когда оппонент сдается на какое-то либо действие с вашей стороны. То есть, как видите, здесь фолт на 5-бет, фолт на 4-бет. То есть об этом мы будем дальше. Ну, во многих поп-апах такие же еще метки будут оранжевые. В общем, вы часто будете их встречать. То есть они, опять же, делаются для визуализации, чтобы проще было находить необходимые вам статы. Продолжаем. Тут средние фолдерные 4-беты в позиции и без позиции. 4-бет премиум оппонент. Это означает, как часто в его диапазоне такие руки, как дама-дама, король-король, туз-туз и туз-король. То есть 4-бет премиум входит. То есть, соответственно, если мы видим, что 4-бет премиум 75%, то это означает, что в 75% случаев при его 4-бете у него в диапазоне будут дама-дама, король-король, туз-туз и туз-король. Но, само собой, тут надо еще брать на скидку такую информацию, что это, само собой, тогда, когда мы, скажем, майнинг или вы увидели шоу-даун. То есть, само собой, если оппонент упал или там не было увидено шоу-дауна, не было вскрыта рука, скажем так, то, понятное дело, сюда ничего не засчитается, поэтому мы не знаем. Но, одним словом, те случаи, когда доходили до шоу-дауна, а их было 8, он в 75% случаев показывал дама-дама, король-король, туз-король, ну, то есть вот это. То есть, дама-дама, король-король, туз-туз и туз-король, да. И то же самое касается 5-бет премиум, то же самое. Ну, и, соответственно, дальше идут continuation беты в 3-бет банках по позициям от оппонента, c-беты без позиций от оппонента, само собой. Как часто оппонент чек-рейзет, когда он не поставил, допустим, continuation-bet, и, само собой, как часто оппонент сдается против вашего рейза, то есть, сыграет c-бет фол, как он часто сдается против вашего чек-рейза, и как часто он вообще, не поставив continuation-bet, играет чек-пасс, допустим, на флопе, на терне и на ривере. То есть, предположим, если он не делает continuation-bet на ривере, то чек-пасс у него тем самым 100%. То есть, опять же, очень хороший стат, и многие эти статы хороши для эксплоита оппонента. Продолжаем. Следующий стат – это фолды на 3 бета идут. Само собой, опять же, здесь необходимо вывести, в первую очередь, это префлоп-рейзы оппонентов по позициям. Далее, как оппонент сдается на 3 бета против каждой позиции. То есть, предположим, ситуация, опять же, оппонент открывает на катофе ваш оппонент 22%, а я сижу на баттоне. Я сижу на баттоне, и мне интересно, как часто против моего 3 бета он упадет. Соответственно, вижу, открывается 22, падает без позиции против моего 3 бета 64. То есть, в принципе, неплохой довольно-таки стат, чтобы его лайтово полублеф 3 бетить с какими-то средними руками, находясь на баттоне. Помимо этого, само собой, я здесь вывожу 4 бета. Как часто оппонент будет 4 бетить против моих 3 бетов. И вывожу я здесь не 4 бет рейндж, а просто 4 бет. То есть, 4 бет рейндж я всегда стараюсь высчитывать, скажем так, в голове. То есть, по математике. То есть, довольно-таки простая математика. Сейчас я вам ее расскажу. Вообще, покажу самую простую формулу, как это считается, но и расскажу, как это проще можно считать. То есть, если забыли, скажем так, школьную арифметику. То есть, показываю, как высчитывается 4 бет рейндж. Мы берем preflop raise 42 и перемножаем на, собственно говоря, 4 бет. То есть, на 0,08. Вот таким вот образом. И таким образом получается его 4 бет рейндж 3,36. Вы спросите, а почему ты не вводишь 4 бет рейндж? Там же сразу же все пишут. Скажу, отвечу. Я проверял, и там цифры не совсем точно сходятся. То есть, они примерно очень похожи. Очень похожи могут быть вот с этими 3,36 и так далее. Но не всегда самые точные, как говорится. И я не знаю, почему, с чем это связано, откровенно говоря. Поэтому я всегда стараюсь высчитывать именно, скажем так, в голове и в уме. Ну, а теперь расскажу, как можно это все дело проще считать. Ну, допустим, возникает ситуация такого рода. Вот здесь у нас, скажем так, 14% оппонент открывается на ЕП, и нам надо высчитать его быстренько 4 бет рейндж. Сколько у него 4 бет рейндж на ЕП, когда здесь 4 бет 15? Все считается очень просто. Берем, округляем здесь, допустим, до 15. До 15. Ну, и даже это не обязательно. Можно оставить 1 и 14. Здесь мы перемножаем не на 15, чтобы проще считать было, а на 10. На 0,10. Одним словом. Получается, здесь мы ставим просто запятую, как это учили в школе. Получается его... Ну, то есть, если перемножить на 10, это получается 1,4. 1,4. Это 10% 4 бет рейнджа. А нам, соответственно, нужно добавить еще, ну, оставшиеся 5. Цифру 5. То есть, получается, если 10% это 4 бет рейнджа, 1,4, то еще половина это 0,7. То есть, берем к 1,4 прибавляем плюс 0,7. Получается 4 бет рейндж, его 2,1. То есть, ну, если с математикой более-менее арифметикой вы дружите, это очень просто. То есть, вот проверим сами себя. 14 умножаем на 0,15. 2,1, как я вам сказал. В общем, если что, вы можете, конечно, без проблем себе сами тут добавить 4 бет рейнджа, но мне комфортно, скажем так, и, на мой взгляд, считать здесь ничего сложного нет. Продолжаем. Дальше идут такие статы, как фолд против сквизов, когда оппонент является префлоп рейзером. И также фолды против сквизов, когда оппонент, ты ваш или оппонент является коллером. Просто заколлировал. Ну, то есть, это ситуация, предположим, кто-то открылся, он заколлировал, допустим, на эмблок. И вы сквизите. Соответственно, если он был бы префлоп рейзером, вам нужно было бы смотреть сюда. Если он был коллером, то сюда. Ну и дальше, само собой, раздел по фолдам, как оппонент играет уже внутри. Внутри три бет банка. То есть, если он вас вдруг заколлировал. Фолды в позиции и без позиции, доход до шоудауна, выигрыш на шоудауне. Так же самое, как он часто просто коллирует ваши ставки. С какой частотой он рейзит ваши беты на флопе, на терне, на ривере. Соответственно, ну, как вы видите, если он на терне, у него на 15 ситуаций рейз, как говорится, ноль. То, понятное дело, что получается такая штука, что, значит, если он вас вдруг на терне рейзит, вот с такими статами, ноль, на 15 случаев. Ну, конечно, вам нужно свою руку очень хорошенько, скажем так, пересмотреть и быть аккуратным, одним словом. Вот, то есть, полезная вообще информация. Ну и, само собой, одна из тоже не менее полезных, очень мне нравится, это бет vs. miscontinuation бет. То есть, как часто оппонент ставит, когда вы не поставили continuation бет? То есть, очень хорошо помогает это для блефкетчей, для ловли, ну, различного рода, там, флоутингов со стороны оппонента. Тоже можно также понять, вот, предположим, у вас, как-то, средняя рука, и вы не знаете, что он делает на ривере. Надо играть там чек-кол или чек-пасс. Соответственно, этот стат вам поможет. Если у оппонента очень низкий бет vs. miscontinuation бет на ривере, допустим, очень низкий, то, соответственно, скорее всего, оппонент, ну, не свойственно блефовать. Если очень высокий, тогда он способен, видимо, ну, на переоценку своей руки и способен блефовать, либо что-то value-бетить слишком тонко. Ну и, само собой, стат фолд против чек-рейзов. Вот, это что касается по фолдам на 3 беты. Следующий большой поп-ап, пожалуй, мой один из самых любимых, потому что здесь просто хранится тонна информации полезной, рассказываю. Это по continuation бетам. Все, что касается continuation бетов. Во-первых, поп-ап разбит на две ситуации, на две категории. Все, что касается обычных банков, слева находятся обычные банки. И все, что вот в этом диапазоне, это все, что касается 3-бет банков. Ну, тут вот обозначены 3-бет боты. Так вот, сначала здесь идут цбеты в позиции и без позиции. То же самое для 3-бет банков. Как часто оппонент ставит continuation беты против одного, двух, трех оппонентов? Здесь все это обозначено, все это прекрасно видно. И так же самое и здесь. Ну, как он ставит continuation бет в 3-бет банки, допустим, против троих оппонентов? Очень часто можно понимать, ну, то есть очень часто, точнее, многие игроки не понимают такую штуку. Вот они видят, скажем, у оппонента цбет в обычном банке, допустим, 60% или 70%. И он ставит этот continuation бет против, допустим, троих оппонентов. И они по-прежнему думают, что, ну вот же, у него цбет 70% ставит много и так далее, и так далее. А нет. Давайте обратим внимание, что, допустим, этот парень против троих оппонентов в обычном банке ставит только цбет в 19% случаев. Это, скажу вам, откровенно говоря, это чуть ли не две пары с этой выше. Вот. И все. А вот против 1 на 1 он ставит 70%. Так что вот эти вот вещи очень хорошо помогают разбираться, когда он стоит играть или не стоит играть в мультипотах против определенных оппонентов. И очень хорошо помогает читать их диапазоны, скажем, вот эти статы. Ну и дальше, само собой, идут оранжевые статы, о которых я вам уже говорил. Это так называемые всякие эксплойтные статы. Бетфолды оппонентов, как он часто, ну, сдается. Ну, то есть играет бет, цбет на флопе и падает против рейза, сдается против чекрейза на различных улицах. То же самое для трибетбанков. Здесь статы более сложные, редко встречающиеся, но не менее, скажем так, полезные. То есть это вот ситуация, допустим, ну, вот расскажу, предположим, ну, тут все описано, но расскажу, допустим, про это. Как оппонент часто падает на ривере после, после того, как он заколировал ваш рейс на флопе, заколировал ваш бет на терне, и вот здесь в 50% случаев он падает на ваш бет на ривере. Вот. Здесь же точно такая же ситуация, как оппонент часто падает, допустим, на терне, на терне, после того, как он заколировал ваш рейс на флопе. 62%. Следующая, агрессион фриквенси выведен. И левый нижний столбик, все, что касается донгбетов. То есть как часто оппонент сдается флоп, ну, против вашего донгбета в обычном банке, в трибет банке. Как часто оппонент рейзит ваши донгбеты в обычном, в трибет банке. Как он часто сам ставит донгбеты один на один против двоих оппонентов против в трибет поте. Ну, и донгбеты по улицам на флопе, на терне и на ривере. Ну, и как часто оппонент падает против рейзов, ну, само собой, допустим, в данном случае на флопе. То есть если я вижу, что парень, предположим, донгбетит флоп 12% и фолк против рейза 80%, то есть это на 5 случаев, это значит, что он упал 4 раза из 5 против рейза, получается. Ну, 80% это 4 раза из 5. Соответственно, видя этот стат, я очень часто буду рейзить его донгбет на флопе. То есть вот так вот, собственно говоря. Ну, и здесь, само собой, дополнительные статы. Это continuation бета в 4 бет поте, went to showdown, выигрыш на showdown, выиграл, когда увидел флоп, сколько денег вообще в целом выиграл, сколько выиграл денег за последние 20 минут. То есть, в принципе, неплохой интересный стат, в каких случаях применяется. Дабы понять, что оппонент может быть в тильте. То есть, предположим, видим, что за последние 20 минут оппонент проиграл, ну, кучу денег, скажем так. Ну, допустим, там несколько боин. Ну, можно предположить, что в тильте, и, соответственно, этот стат тоже может иногда помочь. Ну, и, понятное дело, винрейт. Следующий поп-ап. Поп-ап по фолдам на continuation беты. Здесь отмечены фолды на continuation беты без позиций, чекрейзы, в том числе, как оппонент часто играет чекрейзом. И это интересный очень стат, как оппонент, точнее, как часто оппонент выигрывает на шоу-дауне после того, как он сделал чекрейз, допустим, на флопе. То есть, после чекрейза на флопе он выигрывает на шоу-дауне 100%. Соответственно, ну, прекрасно понимаете, что наверняка чекрейзит он флоп явно только на вэлью с очень сильными руками. Вот, поэтому то же самое, допустим, здесь позиции фолды на c-беты в позиции, фолды против рейзов, точнее, как часто рейзит continuation беты, он на флопе, ну, против вас, само собой, и как часто после этого он выигрывает. Ну, само собой, вот, опять же, элементарный пример, если этот парень меня, предположим, в позиции рейзит на терне в 9% случаях, я вижу, вот у него после этого выигрыша на шоу-дауне 83%, то, понятное дело, я никогда против него с рукой меньше, чем там сет, стрит и там две пары, ну, и так далее. Ну, не пойду, потому что, очевидно, что рейзит явно только на вэлью с очень неплохими руками. Ну, и здесь вент то шоу-дауне, то есть, как часто оппонент доходит до шоу-дауна, когда он увидел флоп, терн и ривер. Здесь тоже очень интересные статы. Как часто оппонент ставит, точнее, бет, когда вы не поставили continuation бет на флопе, то есть, опять же, ну, хорошо то, что для проверки, как часто оппонент способен там вас флоутить, блефовать, то есть, ну, одним словом, этот стат означает, ну, элементарно расскажу более подробно. Вы, скажем так, открылись на катофе, оппонент вас заколил на батоне, вы сыграли на катофе чек, не поставили continuation бет, соответственно, в 49% случаев этот парень сделает бет. Вот, соответственно, ну, и, соответственно, как это применять, это уже, как говорится, на что ваша фантазия способна. Вот, соответственно, чем больше здесь эти показатели, тем, значит, понятное дело, оппонент чаще блефует. Вот, ну, и тут, понятное дело, стат фолд против чекрейза, это то же самое в этой ситуации, то есть, вы не поставили, допустим, вот это вот, то, что я сейчас сказал, вы чекнули, да, на катофе, он поставил вот 49% случаев, и вы потом можете сразу моментально увидеть, с какой частотой он сдастся против вашего чекрейза. То есть, это хорошо помогает для, допустим, слоу-плея вашего, предположим, там, ну, какой-то сильной руки. То есть, если вы видите, что он на чекрейз мало сдается, то вы смело можете свою сильную руку пытаться разыгрывать не через бет на флапе, а не через continuation бет, а, предположим, через чекрейз. Вот, ну, и то же самое касательно для 3-бет банков, ну, и, понятное дело, то же самое касается и тех ситуаций, когда, ну, оппонент, скажем так, miscontinuation бет ставит, ну, без позиции. То есть, это, предположим, ситуация, вы, то есть, парень без позиции, вы в позиции, вы не поставили c-бет на флапе, то есть, он сыграл чек, вы не поставили c-бет на флапе, и он потом ставит против вас на терне. Ну, первый, само собой, в 3-бет банке, либо вот здесь. Ну, и, опять же, aggression frequency, не менее, то есть, она тут тоже, в сочетании со всей этой информацией, тоже здесь, скажем так, необходимо. Едем дальше. По статам, повторюсь, я тут рассказывать не буду, я просто кликаю по папу, вам показываю статы, вы можете сами все потом, ну, посмотреть, повторюсь, вот в этой вот штуковине. Опять же, если надо нажать на паузу, жмете, смотрите. Вот, продолжаем. Единственное, да, здесь вот укажу, по-моему, в статах не описано, но я вот сейчас расскажу вам. А вот эти вот статы в 3 и 5, они, это означают raise continuation бета в позиции, и чек-рейс, само собой, без позиции на флапе. Они дублируются вот тут. Вот. Видите, чек-рейс 5, чек-рейс 5, и рейсится бета 3. То есть, они вот здесь дублируются. Чтобы просто сразу знать, как часто на флапе парень способен вас там raise, чек-рейсить. Ну, и на всякий случай, понятное дело, они здесь тоже необходимы для дубляжа. Вот. Едем дальше. Следующий поп-ап это по 4 бетам. Опять же, здесь выводится, как часто оппонент raise first in, ну, то есть, при флоп raise с каждой позиции, как часто он 4 бетит с каждой позиции. Потом, как часто оппонент играет cold callом, ну, точнее, да, cold callом 3 бетов. Ну, вы понимаете, да, что это значит? То есть, ну, расскажу, что такое cold call 3 бета. Кто-то открылся, предположим, на ранний, кто-то затрибетил на баттоне, и, допустим, вы сыграли call 3 бета в холодную на SB. То есть, это вот стат будет вот этот вот означать. То есть, call в холодную 3 бета. Вот. Ну, и так называемый open 4 бета. Опять же, что это значит? Кто-то открылся на ранний, кто-то затрибетил на баттоне, и вы, допустим, сделали 4 бет, скажем так, ну, сами сделали 4 бет, open 4 бет на BB. То есть, это вот сюда зачтется. Вот. Таким образом. Ну, и, само собой, здесь дублируется 4 бет премиум, о котором я уже говорил, и фолт на 5 бет. Вот. Так что, такие статы. Ну, и здесь, скажем так, и последний поп-ап, который сегодня я с вами вас познакомлю, это по miscontinuation бетам. Пожалуй, один из моих любимых. Реально очень-очень-очень полезный. То есть, статы здесь, опять же, дублируются. Вот видите, здесь 70, 70, 68, 68, 78, 78. Расскажу немножко, что это значит. Вот эти вот статы 70, 68, 78. Это как часто оппонент сдается, сдается, не поставив консинейшн бет на определенные зубицы. То есть, предположим, вы на батоне заколировали в позиции, ну, кого-то в позиции заколировали, оппонент не поставил консинейшн бет на флопе без позиции, само собой, и в таком случае он сыграет чек-фолт на флопе в 70% случаев. Очень полезная штука. Допустим, если я вижу, что у парня чек-фолт на ривере, скажем, ривер цбет небольшой, скажем, значение вот этого ривера цбета без позиции небольшое, вот 46, предположим, здесь, и я вижу, что у него, допустим, чек-фолт огромный на ривере, 78, то против такого парня очень выгодно флоутить до ривера. Любые дрова точить, любые гадшоты. То есть, что произойдет? Либо вам очень часто доедет, ну, периодически доедет, не будем говорить часто, либо этот парень просто на ривере не поставит консинейшн бет, и в 78% случаев просто сыграет чек-пасс. Это очень здорово, на мой взгляд, то есть, использует эту вот информацию правильно. Вот, ну и дальше, ну, само собой, это для 3-бет-потов то же самое, и дальше расскажу, что вот эти статы, значит, я их буквально добавил недавно. Они означают, как часто оппонент, то есть, не поставил консинейшн бет на флопе, сыграл при этом чек-кол на флопе, и вот часто возникает, вот видите, допустим, мы видим, что он падает 70%, мы, понятное дело, в него ставим флоп всегда, ну, потому что очень много падает, ставим в него флоп с мусором, и он, допустим, наскалирует, и у нас очень часто потом на терне возникает вопрос, а надо ли ставить снова в него на терне? Так вот, именно вот этот вот стат вам теперь на это ответит. 47% он падает на терне, после того, как он сыграл чек-кол на флопе. Соответственно, не так уж много, как говорится. И то же самое, то же самое касается для Ривера. То есть, он сыграл чек-кол-флоп, чек-кол-терн, и возникает вопрос, надо ли в него третий баррель заряжать? Ну, вот здесь на два случая 50%. Один раз упал, один раз заколировал. Вот. Ну, и этот стат, фолк против задержанного, скажем, бета, ну, когда он падает в позиции. Так вот, что он означает? Это, предположим, ситуация, когда вы без позиции заколировали оппонента, без позиции заколировали оппонента, а вы прочекали без позиции, он прочекал вдогонку, и ваш снова ход первый на терне, и если вы поставите бет в такой ситуации, первый на терне, то он упадет в 70% случаев. Ну, и то же самое касается такой же ситуации для Ривера. Вот. Это, пожалуй, все поп-апы, о которых я вот хотел вам рассказать. Все эти поп-апы, на мой взгляд, ни больше, ни меньше именно необходимы для четкого и правильного анализа оппонентов за столом, для принятия максимально правильных и быстрых решений. То есть все статы разложены по полочкам, лежат аккуратно, с цветами, то есть ничего лишнего нигде нету, ну, и какой-то информации всегда очень все быстро и легко найти, и так далее. То есть ход мой, собственно, повторюсь, называется Pekristas HAT версии 4.0, где его можно и как его можно получить, вы можете, само собой, прочитать информацию под этим видео, зайти по ссылкам, по ссылкам и скачать или купить, как вам угодно. Ну, то есть есть вариант скачать бесплатно через вип-клуб, об этом вы тоже по ссылочке прочитаете, либо можно купить его двумя способами, через PayPal, либо Skrill. Все очень удобно, все очень просто. Так что HUT проверен многими, как говорится, годами и многими людьми. Огромное количество, повторюсь, позитивных, хороших отзывов. 26 тысяч просмотров на YouTube. Извините меня, для HAT это очень-очень, на мой взгляд, много. Ну, и опять же, спасибо всем вам, кто разделяет это, скажем так, мое старание и ценит, и используется моим, скажем так, продуктом. Все, спасибо всем за внимание. С вами был Pekristas. Надеюсь, я все подробно для вас рассказал, если у вас возникают какие-то вопросы, вдруг дополнительные, заходите на сайт и пишите мне в личку или в Skype, и я вам постараюсь помочь ответить. Всем спасибо за внимание и пока.